Американский институт изучения войны считает, что Москва готовит кампанию по дискредитации Евгения Пригожина. Создатель ЧВК Вагнер давно и жестко критикует Минобороны, доходя до шантажа и грозясь вывести своих наемников из Бахмута. Последней каплей, считают в институте, стала информация о контактах Пригожина с украинской разведкой. По мнению аналитиков, он соревнуется с российской Минобороны за благосклонность Путина. В итоге военно-политические амбиции Пригожина встревожили даже лидера Кремля. Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина. Но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать Пригожину, пока силы Вагнера находятся на передовой. В свою очередь, российские политологи считают информацию в The Washington Post о сотрудничестве Пригожина с украинской разведкой вбросом, чтобы скомпрометировать создателя ЧВК Вагнер. По их мнению, после критики Пригожиным лично Путина, когда создатель ЧВК Вагнер назвал его счастливым дедушкой, терпение Кремля исчерпалось. Последние девять месяцев Евгений Пригожин находится в постоянном конфликте с кем-то из российской верхушки. С Валерием Герасимовым, Сергеем Шойгу, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а теперь еще и с членом Комитета Госдумы по обороне Виктором Соболевым, который назвал Вагнер незаконной организацией и потребовал наказывать солдат, которые захотят перейти в ЧВК. На Соболева сразу же напали наемники, угрожая ему сексуальным насилием. Раскритиковали Соболева и военкоры, которые благосклонны к Пригожину. Вот как высказался один из них Борис Рожин. В современных условиях ЧВК это инструмент осуществления государственной политики иными средствами в тех случаях, когда государство не может или не хочет действовать открыто, или же заинтересовано в передаче некоторых задач на аутсорс, аффилированной с государством частной структуре. Постоянные скандалы и откровенное пренебрежение кремлевским деятелям, которые якобы инертны к решению военных вопросов, сделали из Пригожина чуть ли не единственного, кто заинтересован в продвижении России на фронте. В то время, когда в Москве принимают все новые и новые законы о дискредитации армии и к ответственности могут привлечь за комментарии в телеграм-каналах, Пригожин переходит все красные линии. Он публично растаптывает Минобороны, делая из его руководства посмешище. При этом официальная Москва как будто не замечает этого. Но на самом деле механизмов противодействия главе ЧВК «Вагнер» у Кремля немного. Ведь наемники продолжают играть решающую роль в захвате Бахмута и Пригожин пользуются этим. Если вагнеровцы уйдут из Донецкой области, фронт будет оголен. Накануне прогнозируемого контрнаступления ВСУ для Москвы это станет катастрофой. Поэтому напрямую что-то делать с Пригожиным очень опасно. И, соответственно, мы видим какие-то очень неуклюжие попытки. Если убрать с Пригожина, то вагнеровцы становятся, если уж не совсем неуправляемые, то достаточно плохо управляемые. Поэтому, с точки зрения военной, сегодня Кремль убрать Пригожина никуда не может. Против Кремля играет и то, что Евгений Пригожин не занимает никаких официальных должностей. То есть нет ниточек, за которые можно было бы потянуть. Плюс ко всему, несмотря на утверждение военкоров об аффилированной с государством частной структуре, Москва до сих пор публично не признает частную военную кампанию и дистанцируется от нее. Поэтому до юре никаких прав на ЧВК «Вагнер» у Минобороны нет. У Пригожина армия. Его не устранишь, его нельзя арестовать, его нельзя устранить, потому что у него там было 50 тысяч головорезов, сейчас у него немножко поменьше. Просто так его не возьмешь. Ему нельзя прислать к нему какого-нибудь судейского чиновника, который бы сказал, пройдемте, товарищ Пригожин, в СИЗО Лефорта у вас заключаем. Помимо всего этого, наемников поддерживают и россияне. И, по словам экспертов, солдаты среднего и младшего звена армии. В их сознании Пригожин стал важным военачальником. Аналитики называют создателя ЧВК «Вагнер» серьезным политическим и социальным феноменом, который работает на тот же электорат, что и нынешний российский президент. Поэтому для Кремля он опасен. Фактически я даже говорил уже неоднократно, что Пригожин является исполняющим обязанности президента Российской Федерации, потому что Путин сидит в бункере, никуда не вылезает. Когда он вылезает, у нас есть сомнения, Путин это или не Путин, или это его двойники. А Пригожин в бронежилете, в каске, всегда на передовой, всегда среди бойцов. И, в общем, совершенно понятно, что у него появились политические амбиции. Говоря о Евгении Пригожине, политологи проводят параллели с генералом Александром Лебедем, который в 1996 году занял третье место в первом туре президентских выборов в России. Потом он выступил в поддержку Бориса Ельцина. Аналитики уверены, если на выборах в 2024 году Евгений Пригожин выставит свою кандидатуру, он не только получит поддержку, но и может составить Путину реальную конкуренцию. Действительно, среди электората ура патриотического у Пригожина вполне себе есть поддержка. И то, что те голоса, которые собирал на выборах Жириновский, Пригожин вполне себе, например, может забрать и еще чуть больше. В этом смысле это тоже делает для Кремля фигуру Пригожина очень неудобной для прямой атаки. Поэтому приходится какими-то очень косвенными способами действовать. Поэтому самым действенным для Кремля, по мнению некоторых экспертов, может стать физическое устранение Евгения Пригожина. Либо это должен быть какой-то несчастный случай на фронте, такое бывает. Вот, значит, там вертолет у него упадет или еще что-нибудь в этом роде. Либо к нему должен прилететь Хаймас. Вот я не удивлюсь, если российские армейцы Герасимова и Шайгу сдадут координаты, например, того места, где находится Пригожин и туда прилетит Хаймас. Тем не менее, даже если Москва и пойдет на подобное, это произойдет не скоро. Ведь сейчас в состоянии нынешнего конфликта Минобороны с Евгением Пригожиным вряд ли кто-то поверит, что его решили устранить украинские спецслужбы.